Побоялся в арабата и побоялся еще раз прочесть. Глаза скидавшись шапки крепостных. Давайте начнем. Призываю, брат, всех. Помолимся? Побоялся. Царь небесный, утешитель души и силы, Ни живи здесь, и вся исполняя Сокровище благих, и жизни подателю Принесились одни, и очистены А всякие скверны, и спаси блажен души Господи, благослови наши занятия. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания слов Твоих божественных. Прибудь с нами в этот благодатный воскресный день. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А тебе говорили собирать-то на это. На это-то собирать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание фессалоникийцам, святого апостола Павла. Пятая глава, девятые, десятые стихи. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Толкование. Потому, говорит, должно приобретать это оружие, что не положил нас Бог в гнев. То есть не на то определил, чтобы мы гнев его несли, но чтобы приобрести нас себе и спасти, дав за нас Сына Своего на смерть. Итак, мы должны ожидать в опасности всего полезного и великого. Ибо если мы веруем, что Он не пощадил за нас Своего Сына, то будем надеяться, что Он и тем скорее избавит нас от этих опасностей. Будем же иметь пред собой этот пример и возлюбим Его, так и ближних. И возлюбим как Его, Христа, так и ближних. Для того, говорит, умер Христос, чтобы бодрствуем ли мы, то есть живем или спим, то есть умираем, жили вместе с Ним. Иной сон апостол разумел выше, и иной разумеет здесь. То, что здесь Он говорит, имеет такой смысл. Не бойтесь телесных опасностей, не бойтесь и смерти. Если мы и умрем, то будем живы. Ибо жив тот, кто так возлюбил нас, что умер за нас. Господи, я не запрещу. Вопросы? Идем дальше. 1 Фессалоникийцам 5.11 Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Толкование. Видишь? Что же отговариваешься? Я не учитель. Увещевайте друг друга, так как учители не имеют возможности научить всех. То есть не отдельные должны быть учителя. Всем надо ревновать о дарах духовных и о даре учительства в том числе, чтобы увещевать друг друга. Почему? Потому что учителя, их мало, и они не смогут. У них. Вы шли, Господи, делателем. На них. На них, да. Нивы побелели, а делателей мало. И нужно ревновать, чтобы каждый из вас, из нас, сделался таким же делателем. Назидайте друг друга. Не учитель, ученика, а друг друга. Мы друг другу друзья. Мы друг друга должны поддерживать, подсказывать друг другу, увещевать. С любовью, в кротости, друг друга предупреждать. 1 Фессалонкистам 5.12 Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. Толкование. Так, как сказал, увещевайте друг друга, то, чтобы они не заключили, что их самих возводит он в достоинство учителей, и чтобы не восстали против учителей, говорит, «Если я вам и поручил назидание друг друга, все-таки убеждаю, чтобы вы относились к ним с честью. Ибо учители принуждены переносить много трудностей, которые честь для них, конечно, несколько облегчит». «Если ты почитаешь тех, кто предстательствует за тебя пред человеком, то во сколько раз больше ты должен изъявлять полную признательность предстательствующим за тебя пред Богом?» Далее. «Если ты почитаешь тех, кто предстательствует тебя в Господе, то есть не в мирских вещах предстательствует он, а в духовных, которые в Господе молят за тебя, возрождает тебя через крещение, наблюдает за тобой, вразумляет и врачует тебя. В полночь, если позовешь, идет. Видишь ли, как он предстательствует о тебе? Да, ну и еще место писания всплывает. «Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, что пожнем от вас телесное?» То есть не только уважать и почитать, но и на деле показывать свою любовь. «Имением люди служили, полагали, все к ногам охотово». А сейчас из-за десятины готовы трясутся прям, я не знаю. Мама спрашивает, даешь десятину храм? Ну я там записки, свечки. Ну это, говорю, все, подмена, зачем ты это? Звонит, говорит, а как батюшку ваш, кто он, прото-иерей или иерей? А зачем тебе? Да у нас тут записки подают о здравии. Я говорю, а сколько стоит записка? Тридцать рублей десять человек. Я говорю, не надо, даже не пиши, говорю, не скажу я тебе. Зачем ты, говорю, этим занимаешься? Ну приятно, что любовь оказала, а оказать, что... А вот у них вот так, то есть, любовь за деньги. Я за тебя помолюсь, а ты мне дай. А так не помолишься, не в жизнь. Знаете, до чего доходит? Ну нам же надо на что-то жить, а? Вопрос другой, а вы достойны жизни этого Христа? На десяти не живите. И в интернете у меня Игорь Глушков скинул, что патриарх Кирилл хочет ввести десятину. Я прочитал, это какая-то, думаю, утка какая-то. Или что прям вот с налогов, с зарплаты вычисляли. Тем самым мы решим проблему с содержанием храмов и отделим верующих от неверующих. То есть неверующий, он явно откажется. И все. Что-то у меня сомнения великие на этот счет. Что-то здесь. Ну, чтобы действительно таких нужно общины, а общины нет. Ну вот и, вот и, видите, вот и, сейчас же все открыто, все в интернете, налоги можно, все-все на карточках. Деньги-то электронные уже почти у всех, зарплату в электронном месте, все легко проследить. Вот наличных я не знаю, сколько у вас в кармане, а на карточке я могу узнать, сколько у вас. Это легче. Понимаете, я знаю. У меня и на карточке нет. У меня на счет. Все знает, банк 900. Да. Все знает. 900. И адресы, телефон. И вы куда-то. 900, прям приходит мне смс-ка. 900. И раз, раз. А потом приходит не 900, а 9000. И тоже что-то напишите там один, да, я думаю, это какие-то жулики. Только один к нему, что у тебя сейчас слезнется. Электронные деньги своровать легче. 900 и 9000. Ну, что слепу-то бабка-то нуль-то и лишний не умеет она их. И просто снимают. Мне уже двое человек вот прожаловались. Снимают. И пришли получать, а нету пенсии. Все, это москвичи уже научились это делать. И вот так вот, раз, снимают. И сколько добивались, сходили, не добивались. На карточке не больше там 2-3 тысяч храните. Много не храните. И все делают удобно, что картой удобнее рассчитаться. Там скидка 1%. Все это подводится в перетече антихриста. Потому что электронные деньги контролировать значительно легче. Отрубили тебе очи. Все. Не заплатишь ни за газ, ни за уголь, ни за воду. Помирай. Пока не поклонишься мне. И люди пойдут и кланятся. Почему? Потому что они верят. Потому что они жизнь временную ставят выше той. А, Господи, у нас очень не бойтесь убивающих тела. Пожалуйста. Которые карточку могут без моего, что надо сделать. Нет? Вот у меня на книжке пенсия лежит. Нет. 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 Личное заявление должно быть. Да. Вот я тоже попался на эту утку. Не хуже, как вот в интернете же можно всяких роликов. Вот как малыш попался на утку, Роман, чтобы земля плоская, он поверил. Так и я поверил, что печать антихриста уже тайным образом поставлена всем. И антихрист придет уже на все готовенькое, уже все-все проставлено. Я даже Игнаю Тихоновичу позвонил. Игнаю Тихоновичу поздравляю вас, вас на лбу печать антихриста. Он мне говорит, дурачок. А у меня внутри, как же я, у меня видение божие, я самомнение, я такой, я дурачок. Это вы все дурачки. Роман так же думает, что мы все дурачки, что земля-то плоская, а круглая-то откуда. И у меня так же тоже, я в эту ересь впал. В интернете людям делать нечего, они вот это вот пускают, этот я лжи. И почему? Дабы повестить даже избранный. Я избранный. Вот сейчас так скажут, как ты избранный? Потому что я же знаю, как им я был и каким стал. Господь меня избрал, очистил от грехов. Но даже прельстить даже избранных сатана пытается. И многих прельстят написано. И вот мы прельщаемся на эту ложь. Я сейчас говорю, а почему так бывает? Почему? Почему можно выше бесконечное число создавать? Они пободрствовали, поленились, не помолились, не поверили лжи. Это же очевидно, что земля не плоская, мы верим, нас так учили. А вас неправильно учили, вас обманывали. И я еще, потому что антихрист говорит, он обманщик. Он не будет говорить открыто, что он антихрист. Он всех обманет. Я в это поверил, что действительно он же обманет. То есть обманным путем всем печати будут поставлены. А когда толкование уже открывает, как отличить ложь от джи? Нужно, во-первых, сверять с словом Божиим, с толкованием святых отцов, чтобы по этому говорить твоя совесть. Все эти вопросы обязательно нужно задать. Что? Для временного или вечного? Для временного это нужно или для вечного? Все эти вопросы задавать надо обязательно. Сергей, перебивай звук. Да, это сильно будет на записи. Девочки, давайте пока отдохните. Не надо. Громко сильно. Потише можно? Нет, потише. Потише не получится там. Там такая числа. Вопросы? Нет вопросов? Так, ну давайте дальше пойдем. 1 Фессалникицам 5.13 И почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Толкование. Не просто сказал любите, но преимущественно, как дети родителей. То есть о учителях речь идет. Ибо кто любит Христа, тот будет любить и служителя его, каков бы он ни был. Потому что через него он сподобился страшных тайн. Если ты взял честную жену, то не уважаешь ли ты и не любишь ли того, кто доставил тебе ее. Ты получил царство небесное и гнушаешься того, кто доставил его. Внимай Павлу. За дело их, говорит он, любите их. Пишет еще. С ними. То есть с учителями. Ибо он знал возможность зарождения неудовольствий против них. Так как они обличают и удерживают их от дурного, то и бывают ненавидимы. Поэтому должно быть в мире с ними. И при том не по внешнему виду, но в себе самих. То есть не только внешне, батюшка благослови, но и внутри. Он тебе дары небесные, тайны преподает, священник. Да, вот и сестра нам писала. «Всею силою люби Творца твоего и не оставляй служителей его». Сирахов 7.32. И далее. «Всею душою благоговей перед Господом и уважай священников его». Это у нас случилось после того, как брат Игорь Добунов очень часто ревновал о том, что учителя, которые должны учить народ, не делают это. И он, столкнувшись с этой вот черствостью священника, когда он задает вопрос, он молчит. Он говорит, я 30 минут сидел, ждал, так и не дождался, когда он мне что-то ответит. Просто молчит. А когда приходишь в церковь и видишь папа в блевоте непьяного, так ну вообще уже. Ну такое, и что об этом говорить? И поэтому «Всею силою люби Творца» и там, благоговей перед Господом, Господь и Творец на первом месте. А потом уже священников. А если священник идет против Господа, то обличи его в первую очередь. Ты видел лично? Я лично не видел. А зачем тогда ты об этом говоришь? А ты в это не веришь? Ну при чем здесь не верят? Ты лично не видел, это начинается уже как сплетня распространения чего-то. Это не сплетня, это факты. Я верю вот этому человеку, который это говорит. Вот он видел, он и пусть говорит. А он даже не говорил этого. Я не говорил, я говорил на кладбище, я его не видел. Баптисты говорили. Лежит, который отпевал там, а он может быть давно за штатом, он даже не священник уже. Ну, одеты и в резку. Я ему в карман раз, партийный билет. Он не в Блевотине, просто уснул. Набрался, там подают поминальники. Ну, и они его положили при своем партийном билете, сфотографировали. Ну, видно, что это он. В Блевотине я не видел. Не в церкви. Я не обязана этому верить. Я, в принципе, не обязана этому верить. Игнатий Тихонович даже сказал, не в Блевотине. И не в церкви. Просто не нужно это... Да, Евангелие. А церковь была одна. Город Венспост, Латвийская ССР. Пришел, в ограде дом стоит. Я зашел, дым коромыслом стоит. Две такие-то женщины за столом, видимо, курят. Полная курка. Я говорю, а батюшка где? Да он спит. На время там, два часа дня. Кто такие женщины? Чего? А вы что хотели? Я говорю, Евангелие, Евангелие. Он его пропил давно, говорит. Я его не видел, священника этого. Но сидят женщины, видно, неблагоговейные. Видно, что курят и пьют. А батюшка там, а это его дом. Но я его не видел. В другую комнату я не пойду смотреть. Вот это вот, что у меня было. А что они такие, как там бросаются на тебя, это на каждом месте. Только поговорили, он уже на тебя строчит жалобу. Я приехал в Новокузнецк. Ну, встречен. А там, говорят, его тут взять, близкие, отцу Николая Войтовича. Он, говорит, зашел, а дьякон ко мне приезжал, переплетному делу учился. Он, говорит, сейчас я-ка звонит, в органы там, куда, в КГБ или куда. А тут Лапкин приехал. Скорее, у меня бегом выбежали оттуда. Он где-то там рядом был-то. И в заборе доска, он знает. Отодвинул доску, он вышел. А машина в это время, видно, что заезжает. Уже готова. Это было. По наводке священника. Это определенно. Тут уже менять нехудо. Но дальше я ничего не знаю. Во Фрунзе было. Не священник, а уполномоченный нажаловался. Они меня занять и ребят. А я близко около двери. Я говорю, молиться. Забойди. Кто манит, не знаю. Я только шагнул. Они меня сразу с двух сторон милиции. Прям на паперке, на крысе. А там решетчатая оградка на крысе. Ограждение. А я руку тасуну. А у меня рука вот так вот пошла между этими. Я не ломаю это. Я крепко держусь. А тут моя родная сестра им дойти прям выскочила. И скорее батюшке сказали. А батюшка с той стороны. Здоровый такой священник. Вот и что тут делать это? Они меня отпустили маленько. Я говорю, вот выламывают руки. Чего им надо-то? Я даже знать не знаю. Они ему, вы знаете, он кто такой? Вы знаете, что? Он говорит, нет, не знаю. Я знаю, что верующий. Вот его брат Павел стоит. Он помогает Павел там. Ездит в епархию. Свечи получает. Ну и я говорю, я никуда не пойду, пока служба не окончится. Когда служба окончится, еще у меня время службы берете-то. Ну и зашли с той стороны в Панамарку. Я сразу как и Казашовым встал на колени. А милиции с двух сторон встали и стоят. И так до конца службы они стояли. Служба закончилась. Я встал и пошел с ними. И сестра поехала. Привезли. А тут стоит уполномоченный по Киргизской ССР. Вишняков Сергея Ивановича. Ну и привезли. А там кто он сидит такой? Майор какой-то. Я даже не рассмотрел, КГБ или милиция. Ну и он берет сразу бумагу и пишет там задержание. А приходит-то мне, ну что писать? За что вас задержали? Я говорю, понятия не имею. Я на молитве был, вечерняя была. А моя сестра тут начинает. Он говорит, подожди, Бабор, выйди отсюда. Ну и она еще там у дверей или где-то осталась. Все слышит, видит. А этот Вишняков, вы не смотрите, что он прикидывает все игненком. Вы знаете он какой? Он говорит, какой? Вот Троица была. Он прямо в огране начал проповедовать. Разве это положено? А тот вот так держит эту бумагу-то. Показать на бумаге. Вот так вот. А тот милиционер-то начал писать. Задержать мои фамилии. Все в том, как вот скрутил. Раскрутил, опять покрутил. Знаете что? Идите, разбирайте все себя, где надо-то. Ну а что с ним делать-то? Ну как, что делать-то? Я его зря задержал. Распустили меня. А когда ехали, они по рации говорят. Алло, так. Златоуст-2. Златоуст-2. Задержим. Златоуст-2. Позывной Златоуст-2. Ну и все, сестра моя тут большую роль сыграла, Дуся. Она прям так резво с ними разговаривала. И о Вишняков-то остался ни с чем. Они как-то договорились, это стоятель. Там хороший был, молодой такой. Ну, ревнитель тоже. И Павлу говорит на пасху. А звонить нельзя. Колокола опечатали. Он говорит, я зайду, а ты меня... Ты закройся с той стороны. И как только момент наступит, Христос в воскресе, бей во все колокола. А колокола-то, видно, большие. Ну, Павел там и начал. А у полномочия, ну-то, здесь стоит. Милиции не попасть ничего не могут. А Павел там клепает, это клепало называется. Долбит и долбит. Ну, а не, вот что тут? А пасхальный день-то, может, круглосуточный? А почему нельзя? Трудящиеся, устали, спят. Их нельзя будить. А сегодня пасхальный день, никто не спит. Ну, его они там дождались, что там было. И не забрали ничего. Настоятелю вроде маленько предупреждение было. То есть везде надо ломать вот эти стереотипы подчиненности. Ну, надо подчиняться, надо. Но всегда ли надо так вот прямо трястись-то? Даже подчиняться и то надо, ну, по уму. Не знаю где. А вы будете это делать? Тут меня вызвал начальца, в лагере было. Вы, конечно, не будете подписывать. Там какая написана сотрудничать. Называется вязаная зона. Я говорю нет. А почему? Не бьют ничего. А как ты узнал, что надо сказать? Да откуда я знаю? Вот сидим, разговариваем. Когда на нас напал, тут один, этот, Мироненко, академик. Сказали разбираться ему с этим. Я пришел ключ у него брать с 410-й аудитории. Кто-то я отвел два часа. Они должны мне ключ отдать. Я говорю, ключ мне оставьте, я буду. Он говорит, а вот вам. Вот так руку отломил, вот так вот. Паптисты тут, сектанты. А ему только ключ так отдать. Ну, он пошел, нас сдал. А я пошел, ключ уже взял. Ну, а теперь-то уже стали разговаривать. Я пришел и сразу ректору позвонил. Там с ним разобрались и вытурили его оттуда. Я теперь за него заступаюсь. Сидим, разговариваем. Я говорю, знаете что? Это как в мире есть. Третья жена, она от дьявола. Я говорю. К чему я ляпнул? А он сразу, а как вы узнали, что ты первая жена? Я говорю, я ниоткуда не знаю. Так первая жена от Бога, вторая от человека, а третья от дьявола. И Бог-то тебя спас от какой беды. Я каждый почти день дивлюсь, думаю, считал тебя совсем уже растоптанным. А ты вырвался, считаясь, подпадала. Надо же. По вашим молитвам. Что сказать? И ты даже сам не знаешь, ляпнет про третью жена, ему как раз это и надо. А потом я пошел, где он преподает, он зарабатывает на детей это. Ну и такая история была. Ладно. Первый фессалоникийский поступок сделал Сергей. Это не я, это Господь. Первый фессалоникийсам 5.14. Умоляем также вас, братья, «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Толкование. Здесь апостол обращается к учителям. Не со строгостью говорит или с надменностью делайте выговоры, но с кротостью вразумляйте. Ибо придя в отчаяние, человек становится более дерзким, когда делают ему строгий выговор. Бесчинные же те, которые поступают против того, что определено Богом. Бог каждому определил свой чин. Преступающие его есть бесчинник, пьяница, ругатель, корыстолюбец, и все согрешающие живут бесчинно. «Молодушен тот, кто не переносит искушения. Он именно и есть посеянный на камне». Матфея 13.5 «Таким образом и он нуждается в поддержке». То есть «поддерживайте слабых в вере, как и в другом месте говорит. Немощного в вере принимайте». Римлянам 14.1 «Будьте долготерпеливы ко всем, и к бесчинным, и к малодушным, и слабым. Ибо это самое приличное средство для учителя, могущее обратить всех, даже самых грубых». Могущие. Могущие. Могущие или могущие? Могущие. Могущие. Римляна какая? Фитеринца. Есть вопросы? Бесчинных. Почему он пьяницы, ругателей, корыстолюкцев бесчинных? У него святые же. Ругатели. Нет, определил свой чин. Каждому определил свой чин. Что такое чин? Он говорит, муж чина. Там слово чин. У него чин, он такой чинный. Женщина, тоже там слово чин есть. У каждого свой чин. Что такое чин? Ранг. Ранг. То есть, кто-то у кого-то выше ранг, у кого-то ниже. А у пьяницы, у ругателей, какой чин? Ещё одно. А теперь говорит, он у меня, говорит, там алкоголик в городе. Понятно. Письмо-то написал я ей, тут он заразился, мужик, где я? Нет, он напился. И говорит, вот рипер, говорит, у меня, шанкер и бабон. Она не могла, говорит, ну маленько не так у него. Где-то Трифон шарпнул в забор его. 1 Фессалоникийцам 5.15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Толкование. Если не должно воздавать злом за зло, то тем более злом за добро, или начинать делать зло и вредить тому, кто ничем не повредил. Недостаточно того, чтобы не платить злом за зло. Нужно, говорит, отплатить за себя добром тому, кто причинил зло. Этому именно учит апостол, когда говорит, ищите добра. То есть усиленно старайтесь сделать добро, как по отношению друг к другу, то есть к верным, так и по отношению ко всем, то есть и к неверным. Вот есть фильм православной притчи, там верующая женщина, а сосед неверующий. Пьяница такой, и он пошутил, и ведро помоев ей поставил. Она утром-то открывает, и помои раз-то разлились. Но она взяла, яблоко собирал это, и ему поставила. Ведро отмыло это? Ведро это отмыло, да, у него с помоями туда яблок. И ему отнесла, накрывает яблоки. В его ведре. Ну и вроде, потом встретились, она говорит, ну кто чем богат, тот тем и делится. Первое, Фессалоникийцам, 5.16. Всегда радуйтесь. Толкование. Если человек воспитан так, что никому не мстит за себя, напротив, даже благодетельствует человеку, причинившему печаль, то откуда же может проникнуть в него жало скорби? Ну действительно, эта женщина-то, она ранитки-то ведро-то отмывала, и ранитки-то эти яблоки собирала, она внутренне-то радовалась. Хотя другая бы на ее месте, слабоверная, она бы два ведра помоев помоетнесла, или там подожгла бы там еще злом за злом. А вот она вот так вот зло победила добром, и тут-то теперь уже больше никогда так не сделали. Он ей тоже добром же отплатил. Ее молитва была услышана, это куча, он ее убрали со стеной. Да, а вот потом она все молилась, там куча какая-то была у нее с мусором, и вот Господь в сердце его расположил, а он ночью с другом эту кучу разгребли, а на утро выходит. Нет. Зарядите притчи в интернете. Видите, вот вы на Пасху поете, вот Пасху славишь и веселыми ногами. Ну а как это, поясни, видел ли где-нибудь в интернете, что такое веселыми ногами? Именно в храме, в священниках. А ты заряди в интернете, веселыми ногами. Обыкновенно, алтарь, открытый, священник служит. Пасху хваляще вечную. И оттуда священник выбегает один, и щечетка их кодилом вот так крутит, берет опять приплясывает с кодилом, врезе во всем. Так и слушают у Каширского. Это сектанты, что ли? Ну да, православные, как считается они. Да, шерст. Веселыми ногами. Некоторые даже не видели никогда это. А дальше там священники хороводят совсем, у них большой тут подиум, и они приплясывают все, сколько есть. Это богородичный центр, наверное. Да, богородичный центр, наверное, они в плясуны. Пляшут. И сказать нечего, веселыми ногами. У нас-то только слова они на деле показывают. А вот Эфиопской церкви, у них все богослужения. А Александр Менин говорит, сохранилась танец епископов. Да, я видел. Там барабанный бой, бьют и... А почему? Давид прыгал. Давид прыгал и прессал. Так я говорю, Давид, ты даже разделся, а вы врезок. Говорю, дальше все покажите. Какой-то Надежда Васильевна привела меня к одной, а она там харизматка какая-то. Вышла, в одних трусишка. И подскакивает, что я вижу, вот это, а купеть. Я говорю, а ты откуда взялись-то такие? А такая бабка-то солидная-то. Ну ее прямо она разбирает, вижу. А она прям прыгает. Да что ж такое-то? Да вот мы так, это, ковчег Давид нас. Я говорю, а где ковчег-то? Какой ковчег? Ну Давид-то перед ковчегом. А ты-то что тут перед комодом своим пляшешь-то? Нету, нету. И он переносил, знал куда-то. Если комод считаешь зато, тащи его к соседке или куда-то и пляши перед ним. Но ничего нету, совершенно. Давид, все. Вас кто-то в окно видит, и дальше-то продолжайте. Что было? Ничего этого нету, нету. Вот одно вырвали оттуда и все. Это было единожды. Ковчег принесли, больше не писали. Его когда надо было переносить. Переносить. А вас его и нету, а вы еще можете переносить-то. Ну простые вопросы задал ей. Она бабка-то и руки опустила. А что сейчас писала-то? Прямо виселыми ногами. Первый фессантийцам, 5 глава, 17-18 стихи. Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Толкование. Апостол показал путь к постоянной радости, к непрестанной молитве и благодарению. Ибо кто привык обращаться к Богу и благодарит Его за все, что послужило на пользу, очевидно, тот будет иметь постоянную радость. Как же будешь всегда благодарить, если сознаешь, что в этом воля Божия, чтобы всегда тебе быть благодарным к Нему, как всегдашнему благодетелю во Христе Иисусе, то есть через содействие Господа Иисуса. Ибо и Он Сам содействует нам в том, чтобы быть благодарными. Он научил нас делать то, чему мы научились из Евангелия. Евангелие. Идем дальше. Нет вопросов? Ну, кто-то скажет, ну невозможно же постоянно молиться, непрестанно. И даже есть перерывы. Что имеется в виду? Как можно чаще молитесь? Нападает человек. Можно оборонять себя или нельзя? Говорят, можно. Лишь бы не убить. Ну, не ножом-то. Ну, я был в Синоде, а мне говорят, у нас тут один русский, он богатыр же стоящий, протодиакон. Шел, говорит, там, в Чикаго, где это самое, гетто-то их. А оттуда напали на него двое, деньги требуют два негра. Он вот так вот, говорит, обоих, говорит, схватил, развел, вот так ударил друг об друга. А одному сразу голову разбил, умер. А второй в дурдом отправили, мозги у него провалились. Ну, и вот, судить, мы поняли, что он не превысил меру защиты. Ну, а из дьяконов его сняли. И когда я был в Скаутском лагере, мне говорят, эта девочка, вот и его дочь, говорит, тут где-то. Вот какие русские люди. Не бил, ничего, просто развел и свел, чтобы они поближе друг к другу были. И в лепешку два лба. Борьба без правил. Это похлещая Мельяненко. Поэтому даже здесь и то надо было смотреть. А как вы считаете? Что считать? Я не попадал туда. Я больше полагаюсь на ноги. Бежать. Бьют в одном городе, иди в другой. До другого добежишь, нет? Виселыми ногами, да? Обязательно заведи, посмотри. Одна мне пишет. Ну, я никогда не думал, что священники так искусно пляшут. И вот как сходил, он бежит, а потом вот так, как делом, то крутает. И угли не сыпется на голову горящий. Высший павотаж, да? Ну, видно, что весело. Пасхально. Христос воскрес, я опять заплесал и пошел. Да быстро бежит так. Ну, и сказать-то ничего нельзя. Мы же сами же это поем, только не знаем, как. Но вообрази, что у нас сейчас вот епископ, митрополит, виселыми ногами, и вокруг тридцать этих священников. Даже подумать боязно. Затопчут. Первое фессалоникийцам, пятая глава, девятнадцатой, двадцатой стихи. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте. Толкование. Как нынешняя жизнь есть ночь, то Бог дал нам ясный светильник Духа Святого. Но этот светильник одни сделали более ярким, как все святые, а другие погасили, как пять дев, которые оставили его без елея, как коринфский блудник, который влил в него нечистоту. Посему сказал, Духа не угошайте, то есть дара. Запирайте двери, то есть чувства, чтобы не вошел дух лукавства, и не погас бы светильник. Не приносите земных забот, и светильник останется неугасимым. Или так можно понимать. Были у них пророки Божии и лжепророки. Так как неизвестно было, кто истинный пророк, то они отвращались от всех. Поэтому апостол и говорит им, Духа, то есть дара выстинных пророков, не угошайте отвращением, как от лжепророков, и не презирайте пророчеств от Святого Духа. Вот здорово. Если есть лжеучителя, никого слушать не будут. Чтобы не быть обманутым. Я не знаю, ведь я ездил, нет? Мы Макарова ездили. Оттуда едем с нами этот режиссер-то Армянин ехал-то. Каренто? Да, Каренто. Ну мы куда ездили? С Лужков-то когда ездит, здорово. Мы все время назад оборачивались, чтобы поговорить. Я говорю, ты смотри туда, слова говорю, он опять. Я говорю, сейчас врежешься, и четыре гроба. А мы пятеро едем. Да-ка, у нас пятеро. Я говорю, ну я-то останусь. Это несколько дорог, и смеялись. Пятеро-то нельзя. Первый официальный китцам, 5.21. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Толкование. Итак, что же? Неужели нам принимать и лжепророков? Нет, говорит. Но все испытывайте. То есть и ложное, и истинное с испытанием разбирайте. И потом пророчества, оказавшиеся добрыми, принимайте. То есть почитайте их за истинные и имейте во внимании. Как они разберут? Ну, если пророчества сбываются, то это... Вот усветили Его. Сколько раз они пророчествовали конец света, они не сбылось же. Они же построили три домика, Аврааму, Сааку и Иакову. Купили место. А они не идут. Так называют дом Авраама. Никто там не живет. Ну, простоял там лет 30, бросили, ушли. И все. Он козер. Он уже пророки. А как вот правильно? А как вот узнать истинное пророчество от неистинного? Пороче, открывай, доказывай. Истинное. Первое офисо в Никитинском 5.22. Удерживайтесь от всякого рода зла. Толкование. Не только от того или другого, но просто от всякого. И от ложного пророка, и от греха. Первое офисо в Никитинском 5.23. Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Толкование, уваженный Феофилакт Болгарский. К наставлению апостол присоединяет и молитву, чтобы с обеих сторон они имели безопасность. Что значит во всей полноте? То есть и телом, и душой, как это видно дальше. Дух, то есть дар Святого Духа, который мы получили через крещение. Если мы сохраним светильник его ярким и неугасимым, то мы войдем в чертог жениха. И душа, и тело тогда будут непорочным, если дух у нас будет сиять. Григорий Низкий говорит, так как человек состоит из всякого вида душ, души физической, чувственной и разумной, то апостол словом «дух» обозначил разумную часть душа, чувственную, тело, физическую жизнь в нас. Итак, он молится о том, чтобы все они во всем сохранились непорочными, во всем благоугодными Богу. Дух, душа и тело. И многие вот на этом утверждают, что троичный человек – дух, душа и тело состоит. А дух и душа – это одно и то же. Душа невидимая и духа, а тело – видимая. 1 Фессалоникийцам 5.24 «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Призывающий, который – два слова с большой буквы, а Боге речь. Толкование. «Смотри, какое смирение!» После того, как он произнес за них молитву, говорит, «Не подумайте, что вы будете спасены по моим молитвам, но по благости призвавшего вас Бога. Ибо если он призвал ко спасению, а он берен, то есть истинен, то непременно сделает по воле своей и спасет». 1 Фессалоникийцам 5.25 «Братья, молитесь о нас!» Толкование. «Обрати внимание на смирение, и Павел просит их молитву». 1 Фессалоникийцам 5.26 «Приветствуйте всех братьев лапзанием святым». Толкование. «Так как он, будучи в отсутствии, не мог приветствовать их лапзанием собственных уст, то желает приветствовать через других, как и мы говорим, поцелуй за меня такого-то. А так как бывает и лукавое целование, как целование Иуды, то он говорит лапзанием святым». 1 Фессалоникийцам 5.27 «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». 1 Фессалоникийцам 5.27 «Толкование не столько ради наставления, сколько ради того, чтобы побеседовать с ними через послание. Доказательство горячей любви». 1 Фессалоникийцам 5.27 «Заклинает же для того, чтобы если не уважают его, то по крайней мере ради клятвы исполнили бы то, что было им заповедано». 2 Фессалоникийцам 5.27 «Так как страшны были для древних христиан заклинания. Но, увы, не таковы они ныне, не таковы они для нас». «Сегодня говорили о русском языке. Слово «сейчас» можно подразумевать, что сейчас действительно подожди, да-да-да, можно сказать «сейчас», то есть не дождешься. Так и вот здесь вот «заклинаю», то есть проклятие, клятва и заклятие – это разный смысл. Хотя слова похожие. Написано «не клянись вовсе, а эти, которые заклятывают, а ратуют, что можно клясться». Они говорят «ну как же, вот клялся Павел, написано «заклинаю вас Господом». Это разные понятия. «Заклинать» и «клясться». То есть это «просит». Они слова и обещания, клятва тоже объединяет. Да. Что это клятва. И обещания тоже, говорит, клятва. Нет. Клятва – это когда тебе не верят, и ты начинаешь свои слова чем-то подтверждать. А у христиан не должно быть так. То есть ты «да, да, нет, нет». То есть в твоих словах никогда не должно быть лжи. Ну не верит человек? Ну не верит. А вот если я поклянусь, тогда он уверует. Да не уверует. То есть он тебе должен верить не потому, что ты клянешься, а потому, что ты христианин, потому что ты всегда правду говоришь. А если ты то правду говоришь, то лжешь, то там хоть клянешься, хоть не клянешься. Он все равно, ты обманщик. Давай. А златоусы обращают внимание, что дальше, Господь говорит. А что сверх этого, то отлукавого. То есть все эти оговорки человеческие, это все отлукавого. Вот и все. Да. Оправдание наше. Некоторые считают, что клятва это когда чем-то клянешься. А когда, ну там, Богом, престолом Божьим, небом, землей, там. Некоторые говорят, поклянись там здоровьем матери. И тогда уже все. Это для него такое, там, мать же святое. А он врет. Я ему скажу, поклянись здоровьем матери. Или в детстве у нас соврешь что-нибудь. Слово пацана? Если скажешь слово пацана, то уже все. А ты заказываешь, значит, ты не пацан, значит, что тебе это. Вот это и есть клятва. С детства она уже все идет. То есть подтверди свои слова клятвой. То есть они, а христианину не надо ничего подтверждать. Он христианин, он всегда говорит правду. Своей жизнью доказывает. Он своей жизнью доказывает, что его слова с делом не расходятся никогда. И вот когда жены нашли тело Господа и побежали, сказали, мы тело не нашли, он воскрес. И слова их оказались пустыми. То есть когда-то они и не поверили им. Не поверили. То есть... А если бы, а я вам клянусь, что бы поверили, что ли? Да не поверили, потому что они когда-то, видать, говорили, а не делали. Поэтому... Первое в толкование. Можно, просто это в толковании так, или ты сам придумал, что они говорили, но не делали? Это вывод. Что ты меня сегодня подкусываешь сегодня второй раз? Почему подкусываешь? Ты просто говоришь, я тебя спрашиваю. Но я могу не задавать вопросы, если тебя это так смущает. Да потому что, потому что... Когда человек хочет выразить свою мысль яснее, он ему свойственно приукрасить. Это же и апостолы делали в толковании. И толкователь нам говорит, если я сказал, что священник лежит в блевотине, а он не лежал, но он человека посылает на верную гибель. Я сейчас тебя спросила о том, что ты сказал про жон из Евангелия. Ты до этого защищала жон, до этого защищала священников, которые фьяны. Сейчас защищаешь жон. Ты не защищала священника. Я сказала, если ты этого не видел, этого священника, то не стоит об этом и говорить. Понимаешь, твои слова не подтверждены ничем. Твои личные. А что мне их подтверждать, если их не надо подтверждать? Сереж, ты занимаешь здесь ответственную должность? Занимаю. Ты несешь слово Божие с толкованием. Ты сейчас сказал, значит эти жены когда-то что-то говорили, видимо солдали, или как ты сказал? Ну ты не так сказал, да? Ну а хорошо, почему им не поверили? Я тебе спросила, это написано в толковании или нет? Если нет, ты так объяснил. Это я сам сделал такой вывод. Это я сам сделал такой вывод. И ты так не реагируй, пожалуйста. Если ты так болезненно реагируешь, отдай эту кафедру другому человеку, который будет не болезненно реагировать. Садись. Садись. Нет, эту кафедру должен занимать брат. Почему? Ну сейчас не священник. Садись, давай дальше проводи. Я на него не претендую, Сереж. Претендуешь? Да, Господи. Все, все. Ты че? Спасибо, Господи. Я не понимаю. Я пригощу. Давай я маленько поясню. Вот когда пророк Иеремия говорит, все столы наполнены отвратительной блевотиной. Да. А перед этим перечисляют пророков и священников. Откуда она взялась у них? Что означает блевотина? То, что человек изрыгнул из себя. Вот это вот вымыслы всякие. То, что сейчас вот везде это в интернете идет. Они перед старообрядцами. А я говорю, они гнали их, долили. Закрывали храмы. Лгали на них. Как в Барнауле в аптисах судили, а у них пол подняли. А там младенцев под полом сколько убито. В молитву дом не приходили. Там аборты делали. И по доске прятали. Но даже додуматься нельзя. Как твой зять говорит, озеро здесь около монастыря было. Так все дно озеро высыпано трупиками было. Во-первых, трупики не плавают. Во-вторых, ни одна монашка выйти не может. Да и рыбу бы съели там. То есть конца края нет этому. Он давай обороняется. Ее зять, не кто-то. Я слышишь, о ком говорю-то. Это все у меня на форуме стоит. То есть человек перешел эту грань. Ну образно когда-то. Образно это говорится так. Когда человек грешит, покаялся. А потом назад, говорит, как пес возвращается на свою блевотину. А кто это? Ну я это. Каялся, не буду делать. А завтра опять тоже делаю. И другого выражения нету. Нету. И Господь говорит, не просто так. Вот я верующий, все. Ну так пришел, отсидел, ушел. На занятия не буду. В субботу вечером тебя в церкви нету. Ну просто так вот, тепло-хладно. И говорит, если был холоден или горячий. Теперь надо разобрать, что такое холоден или горячий. Но ты теплый. И зверь у тебя из уст моих. И толкователь пишет. То есть этот человек, который просто присох, не растет духовно, ничего. Он подобен блевотину. Сам человек не в блевотине, это еще ладно. А то он сам в блевотине подобный. Извергну из уст. А что из уст-то извергается-то? Только блевотина. Это толкование дается. Прямо здесь. Андрей Кесарик и Падокийский, 4 век. То есть надо пояснение дать. А ты как-то сказал так, как будто реально было. Реально не было. Но по-духовному, каждый виновен в этом. Но более виновен у учителя. Столы наполнены отвратительной блевотиной. Мауф валяется в блевотине. Ну неоднократно Писание об этом говорит. И хорошее слово, но оно есть. Есть оно в переводе. Переводчики не дали другого толкования. А это все всем понятно. Я выхожу. Я не знаю, какой-то там был колоквием или как называется. Ну не конгресс интеллигенции. В городе было. Призвали всех религиозных деятелей. Я какой-то причисленный. И вот призвали. Ну и стали говорить об экстремизме. Тогда заговорили экстремизм, экстремизм везде. Ну и чтобы выступили. Даю всем по 10 минут, а мне всегда 5 минут. А там везде одинаково. Они знают, я за 5 минут, я наложу больше, за сейчас не выхлебаю. Я вышел и говорю. Вот знаете, а сейчас только передо мной выступал профессор, доктор юридических наук Сорокин Виталий. И выговорит. У меня на конспекте сижу пока и составил вот так вот. Игрижон, одно сказал, я обещеркиваю. Второе, он, чего я хочу сказать, он обещал. Третье, у меня остается один пункт это. Вот это да. Он как будто я залез на кафедру. Но разность это большая, профессор или я. Потом я приду домой, сразу созвонюсь с редактором Алтайского государственного университета Клименко, Владимир Федоровичем. Я говорю, а у вас работает этот? Да, он завкафедрой. Доктор юридических наук. Это большое звание. Я говорю, телефон не может. Да, пожалуйста, мне дал. Я ему сразу звоню, там, Виталия Сергеевича или как его. Я говорю, откуда вы говорите? Он говорит, а у меня 12 тома по открытым окам на полке зря стоят. Вот эти вот открытым окам до 12 тома, они выше. И он все время приходит, я в арман, да, покупаю, полетит. Вот и все. Но когда я вышел, я говорю, знаете, я это хотел сказать, но уже сказано. Я еще не догадывался, что он откуда черпает это все. Но он-то больше доверия вызывает. Я говорю, а в президиум сидит, я говорю, вот если вы не будете горячие и холодные, а тут большинство таких, то есть не за власть никуда, а эти люди подобные бле-го-ти-не. А в президиум сидит, и я им говорю, бле-го-ти-не. И ни один Рдань не раскрыл. Но я дальше начал пояснять им. Так что здесь надо дать пояснение. МАФ, страна, валяется в бле-го-ти-не. Это наше состояние. У нас была Фаина Соломоновна Королева, еврейка, помните? Да, да. И она, я все стал говорить, на остановке, тут остановка автобусная. И где там сделано, заходите оттуда. Лежит мужик, лежит, из-под него большая там река течет. Он прямо лежит, из-под него течет. Чего с ним случилось-то? Ну я возьму и скажу, надо же, вот как человек, трудно ему это. Она говорит, а вы думаете, кто это, еврей или русский? Еврей, я даже так опешил. Нет. Она говорит, вы еврея не найдете там, чтобы он лежал и под себя ходил. И она мне открыла тайну. За последние 2000 лет ни одного еврея неграмотного не было. И действительно так. Все силы бросит, когда был ликбез, когда люди писать не умели, как наша мама, отец мой. Понятно? А они учили. Ему говорят, тебе надо будет быть, Исхак, тебе надо быть не начальником, а управлять миром. А он там еще под пол, под стол ходит. Тебя управлять миром, ты должен знать больше. Но, что сказать. Кого не начнешь смотреть и думаешь, откуда все берется. То, что не учили, и писание не знают, и мирское не знают. И так, 11 классов. Разговариваешь, петь пнем. Ничего не знают. Евреи это другое дело. Что мы, кота от слова не отличим, что ли? А ты хотел бы быть евреем, мне говорят. Ну, хотел это тут не выполнить никак. Ну, нет. Это слишком ответственно. Как Гитлера спросили, а почему детей-то нет? Он говорит, слишком ответственно. Во-первых, отнимает много времени, во-вторых, и прочее. То есть, надо везде смотреть, как люди мудро отвечают. Почему? Вот так. Так что, я не в твою защиту говорю, но и не в поношение тебе. Ты знаешь, Сережа, на Сережу как нападали в интернете за то, что показывал, как собаку дрессировать дали. Он ее дернул там сзади, пнул ее. Как начали на нее, ты ушлепок, да тебя посадили. Клетку с шилями такими, а потом пинать тебя. Как о него только не начали говорить. Тогда я сказал, кто такой этот ураган? Как он брошенный был, обреченный на смерть. И как он из него сделал хорошую собаку. Человек. Нет, чемпиона. 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 Собаке сделал настоящего чести. Эту собаку премию получила она там, чемпиона России. А он на выброс. А вы нежно обращайтесь, но я против, что как он нет. У меня не так было. У меня все на одной ласке строилось. Ошейник строгий. У меня ничего в собаке не было. Она вообще была без ошейника. У нее была преданность. Невероятная. Она вот ту же минуту могла умереть за меня. Дверь ложился спать. Никогда на крючок не открывал. Просто откроешь, чтобы воздух заходил. И она когда двери лежит, по коридору ходят люди. Она лапы как положила возле двери, так и лежит, смотрит. Ну попробуй подойти. А мы говорили, попробуйте в форточку лезть. Как она бросилась туда. Другой в дверь. Она оттуда этого хватает. Тренировки надо вести. Как заговорил, на душе легко. Одно дело воспитание. Когда батюшка говорил, что с детства воспитаны, что мать и отец никогда не ругаются. Ласки. А другое дело не воспитание, а перевоспитание. Когда вам приносят уже в лагерь и наручниками его приковывают. Как его одной ласкает. Тут и крапивка иногда. Больше ничего. Поэтому и когда щенок, конечно, его там ласкаешь. А когда он уже хозяев поедом поедает, тут уже не до ласки. Тут надо скальпелем вырезать. Много преувеличивания. Нет. Но этот ураган, я когда приехал за ним, она идет с ураганом. Ну год тогда был. И машина едет, и он ее вот так вот прям под машину хватает за колесо. Он под машину хочет реально задержать ураган. Это пропащая собака. Ее задают обязательно. Вот здесь такая была, бегала, задавили. Мы ее вдвоем в бак положили. Я без ошейник ее посажу, в кустах сидит. В это время мимо курицы бегают. Кролик пробежал, она только ушами вот так шевелит. Не привязанная. Она аж дрожит вся, она с места не сдвинется. Команда. Так и погибла, поэтому. С места мы сдвинемся. Мы не могли не сдвинуться. Так я день и ночь занимался с ней. Люблю до совершенства доводить. Другое дело. Она везде первое место занимала. Без всяких орденов. Погибла не потому, что воспитывали, а потому, что команду не играли. Пошли. Я играл команду. А то я уйду далеко. Боже, кто по другому. Так. 1 Санакийцам 5.28 Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Толкование. Все благо, говорит, Он даровал нам. Итак, постарайтесь привлечь в себе обильнейшую благодать, живя достойно того, что уже даровано вам. Сия же благодать дохранит и нас от всякого пути неправого. Доживем во славу Отца и Сына и Святого Духа. Ему подобает всякая слава во веки. Аминь. С помощью Божьей мы закончили. Я написал, что один из Америки мне звонит по скайпу. Я говорю, Духа Святого. Он говорит, нельзя Святого говорить. Я говорю, а как? Святаго. Я говорю, а почему Святого? Святой этот как свитый, спираль, говорит. Святой. Я говорю, что, вроде, суда не думал об этом. Святой это значит Святый. Как веретежка бабы. Мне так интересно. Мне тоже говорили, Христос воскрес, говорит, нельзя говорить. А как? Христос воскресе. Надо, то есть, если воскрес уже, значит, ты или еретик, или оскольник не наш. Тогда ты никакой не Сергей, а только Сергий. Да. Так, ну вот тут брат говорит, еще цитата Иоанна Златоуста в конце написана. Слушайте, запомняйте наизусть. У нас от того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны, одни более, другие менее, никто не в состоянии пособить лежащим. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы, и расстройства нашей жизни, то не знает, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас. Потому что мы идем такую дорогою, как будто решились идти против заповедей Его. Иоанн Златоуста. То есть узнать заповеди Божьи, нашу жизнь, и сказать, больших врагов не найти. Это первый раз человек, когда исследовать будет. Это его состояние такое, паства. Это у Златоуста. Златоуст, все там, 4-й век, 407-м только умер. И главное, люди стоят в храме, он говорит, я не вижу людей. Я вижу стадо лошадей. Кучу навоза принесли разговорами своими, в храме разговаривали. А когда он скажет вот такое выражение, они в ладоши хлопают. Мне не нужны ваши аплодисменты, вы исправляетесь. Вчера мне и говорят, ты, говорит, не проповедуешь, а только на богатых нападаешь и нападаешь. Он, говорит, не перестану нападать до тех пор, пока вы не перестанете нападать на бедных. Вояка какой был. А сегодня даже нужды нету. Боголюбивая паства. Не паства, а разжиженная паста. Сережа просит слова. Пожалуйста, Вердорфина, погромко. Я хотела сказать, вот Гликерия у меня маленькая девочка была. Мы молимся на молитве, и там в молитве было слово талант. О талантах. Она говорит, ты мне объясни, что такое талант? И вообще, есть ли у тебя таланты? И какие? А потом, а у меня, говорит, есть таланты? Какие? Ну ты скажи, ну ты скажи. Ну и что ты скажи? Вот такая маленькая девочка, три с половиной годика, она уже вся. И молитва, что начнет, помилуй мне Божьего. Господи, ты и маму, и маму мою сохранил. Господи, прости и меня, грешницу. Ага, как начнет говорить. И вот, и своими словами. И начинает, я говорю, ты еще о папе помолись. Ну и папа, ну что он, пьяница, курит, матерится. Ну а как молиться? Ты скажи, ты скажи, как молиться за него. Ну, чтобы он в огонь вечный не попал. Так что нужно, чтобы Господь его освободил от этой пьянки. Освободи. Ну, у меня еще баба Света есть. Ну а как за нее молиться? Ты подскажи сама. Вот такая малышка, она так интересно. Возьмет мои книги, начнет. Вот здесь же про Иисуса Христа написано. Вот я буду сейчас читать. Христос. Господь. Ты, ты меня любишь? Ну я говорю, я тебя сейчас спрашиваю, ты меня любишь и любишь. Так, дальше. И вот читает. Она уже три, четыре раза в нее заходит. И сегодня заходит и говорит. Нет, вчера. Ты мне про Иисуса Христа покажи. О его страданиях. Нет, о его детстве сначала. А потом о страданиях. Ну я показала, а там, оказывается, несколько фильмов этих. Прям целый сериал про Иисуса Христа. Но вот этот мне зачем? Ты мне покажи страдания его. Вот где его на кресте повесили. И вот гвозди вбивали когда. Вот так забавно. А я еще стих выучила. Посмотри на Иисуса. И она начинает говорить. О, посмотри на Иисуса. Низ конца веса Христа. Весь я слезами зальюся, вспомнив о ранах Христа. Вот так все эти стихи она выучивает и говорит. И забавно. Если я встала на молитву нам. Ну тебе хватит уже молиться. Уже много-много молились. Я сейчас помолюсь сама. Встанет на колени и начинает молиться. Это уже так интересно на нее смотреть. Какая маленькая. Она как по-взрослому начинает рассуждать. Я поведешь. Все мои книги переберет и начинает. Все книги на столике, которые стоят у нас в том уголке. Она все их переберет и все почитает. Вот здесь вот обоги написаны. Надо читать. Положила ее, другую надо. Давайте начнем второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Глава первая, стих первый. Павел и Силуан и Тимофей в фессалоникской церкви в Боге Отце Нашем и Господе Иисусе Христе. Толкование. И в первом предании такое же начало. Поэтому все, что сказано нами, там приложи сюда. Второй фессалоникцам 1.2. Благодать вам и мир от Бога Отца Нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование. Когда кого Бог благодетельствует, тогда для того ничего не бывает невыносимого, а все легко переносится и проходит. Почему апостол Павел, зная, сколь великое благо, в жизни есть благодать, ее желает фессалоникийцам молитвенно? Ибо если она будет с ними, то они не только не будут чувствовать тяготы искушений, но еще и, наслаждаясь миром Божьим, пребудут несмущенны и покойны. Напоминает он им о благодати Божией еще и для того, чтобы если и привнидут к ним искушения, они, вспомнив о благодати, которой спасены, утешились и, подкрепившись в духе прежде полученными многоценными благами, не отчаивались при встрече искушений и лишений малозначительных. Благодать. Что такое благодать? Добро дать, благо, добро. Значит, даром дать. Даром даденное добро от кого? От Бога. Ее нужно желать и себе, и ближнюю. И вот апостол Павел желает фессалоникийцам. И вот говорят, священники безблагодатны, то есть Бог им добра не дает. Да как же он? Солнце над грешниками и над негрешниками встает, и над праведными и над неправедными. Как так вот взять и в раз отрезать их? Даже в сектах есть благодать, призывающая. Она не в полноте, но она и есть. Люди каются, даже обращаются от грехов у Господа. А то, что там уже освящающие благодати нет, освящающие тоже благодать. Благодать в таинствах. Второе фессалоникийцам 1.3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья. Потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Толкование. Трем вещам научает здесь апостол. Если кто окажется в нас... Простите. Трем вещам научает здесь апостол. Если что окажется в нас исправное, то мы не себя должны зато хвалить, но Бога благодарить. И Ему все приписывая не возноситься тем. Если кто страждет, то это не плача и слез достойно, а благодарение к Богу. И страждущим надо радоваться, а не падать духом. Не должно завидовать тем, кои являются преуспевшими, а радоваться о том и благодарить Бога за своих братьев. Так что уязвляющиеся добром, которое видят в других, самого Бога бесчестят. Выражение по справедливости апостол употребил для того, чтобы мы не возносились и самой благодарностью, как бы делая этим нечто особенное. Ибо тут мы делаем то, что должно делать. Почему назвал благодарность справедливостью? Или говорит так для того, чтобы внушить, что благодарить должно и словом, и делом. Ибо такая благодарность есть настоящая благодарность. «Если нахлынувший поток искушений за веру не потопил вас, то это служит признаком ничего либо другого, как того, что вера ваша возросла и сделалась более возвышенной. «Подобно это тому, как и в древнем потопе возвышенные места не скоро были затоплены». Посему и сказал «возрастает», чтобы указать на значительную высоту веры. Обрати внимание на любовь фессалоникийцев. Они не так поступали, чтобы одного любить, а другого нет. Напротив, их любовь во всем была равна ко всем. На это указывает апостол, когда говорит «каждого и друг ко другу». Ибо если мы любим только некоторых, то это не любовь, а расторжение любви. Если ты любишь для Бога, то люби всех. Если же любишь только некоторых, то это дружба человеческая. Заметь, что тесное общение и взаимное поддерживание много помогают в скорбях. Это да. Ну как же всех любить-то? Всех любить же невозможно. Стремиться надо к... Бог одного возлюбил, а другого возненавидел. Если возможно, будьте. А если невозможно, ну вот тут не могу я его полюбить и все. Просить об этом о Бога. Да, просить об этом о Бога, потому что он тоже Божье творение, он тоже... Ну вот Игнатьич, конечно, недавно по интернету вы там читали в занятиях о любви. Что у нас слово-то «любовь» и к картошке, и к человеку относятся, то есть все одним словом. А на самом деле все различно. То есть здесь надо еще понимать, что именно, какая любовь. Я вот выражение такое читала, невозможно всем помочь, человек не может. Но главное-то, чтобы зло никому не делать. Это тоже помощь великая, когда зло не делаешь никому. Будьте совершенны. Да, о любви к врагам говорится тоже. Бог, он и... Он уже, да, стремится, потому что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, Богопротивниками. И этот человек, который зло тебе творит, а ты ему не два ведра помоешь, но попробуй ведро яблочек туда ему, и увидишь, что из этого Бог сделает. Человек, глядишь и обратиться. Ну вот же написано, как хотите с вами поступать, так и вы поступайте с ними. Поэтому мы любить не всех должны, не весь мир, а тот, кто ближний твой. Ближний. С кем ты соприкасаешься, с кем ты контактируешь, с кем у тебя есть какие-то... Как мир весь любить, которого ты не знаешь, а человека, который рядом, ты ненавидишь. Или едва терпишь, чтобы ему не сделать зло. Я считаю, что любить нужно в той мере, как ты сам себя. И всегда, если ты ему хочешь что-то говорить, ты как воспринял бы так. Ну я вот... Это совсем несовершенство, не делать зло, это как бы... Я еще раз прочитаю толкование Шефелакта. Почему у меня такое недоумение? Ибо если мы любим только некоторых, то это не любовь. Ближних, как любовь. Весь мир не может быть. А... То это не любовь, а расторжение любви. Вот еще как. Далее. Если ты любишь для Бога, то люби всех. Ну кто тебя окружает? Как ты всех остальных можешь любить? Точка запятой. Если же любишь только некоторых, то это дружба человеческая. Заметь, что тесное общение и взаимное поддерживание много помогают скорбях. Ну это не какая-то. Человеческая это никакая. Ну человеческая даже... Ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Человеческая это как делать. Вот я задаю вопрос, как любить всех. Вы отвечаете, всех любить и не надо, это и невозможно. Нет, ну ты его не знаешь, как любить. Ну почитать его, как затворение Божие, вот так вот я могу почитать. Ну чтобы как-то усудорского. Надежда Васильевна распирается, потому что она уж в любви понимает. Ну все понятно. Как никто другой. Давайте надеемся. Примеры только такие не видим. У Суровска очень хорошо вот на эту тему сказано. И когда, говорит, мы встречаемся с ближним человеком. Говорим, ну как твое здоровье, как у тебя жизнь? Ну обычный вопрос таки задаем. А он говорит, посмотрит на тебя так внимательно. Что ты хочешь этим сказать, думает. А он говорит, да ничего. Все хорошо. И он этим самым, он снял с тебя ту ответственность, с которой ты даже не узнал, что у него на душе, чем он болеет. А если бы ты так обратился по любви, сказал к нему, что хорошо у тебя, это ты меня обманул. Ты подумай сам. У тебя даже взгляд твой и то показывает, что у тебя неспокойно на твоей душе. Что с тобой происходит? То есть вникнуть в суть дела этого человека, чтобы взять на себя ответственность за него и помочь ему постараться и морально, и ответственно, или что-то еще, в чем он нуждается. То есть подсказать ему, помочь ему в этой беде, в которой он находится. А он тебе не хочет открываться, потому что он видит, что ты все равно ему ничем не поможешь. Вот у Суровского на эту тему очень хорошо рассмотрены вопросы все. Так что послушайте его. И вот на этот как раз икона дает ответ. На любовь. Что мы не способны любить так, как должно любить. Господь нас как полюбил? Вы любите, как Христос нас возлюбил. А мы не способны. Если мы увидели в каком-то человеке отрицательно, мы не будем его любить. А мы наоборот будем стараться так, чтобы подсекать постоянно его и сделать так, чтобы ему было больно. Мы выговорим что-то. И прошлое за 50, 60 или 30 лет мы будем вспоминать твои грехи и бить тебя этим. Бить и бить и бить, чтобы ты совершенно на нет сошел. Любыми путями на нет сошел. То есть не помочь ему выйти из того состояния, в котором он находится. Ему больно и без того, что ты, а ты все равно греши около. Мы не способны любить так, как должно, чтобы помочь ему выйти из того состояния, в котором он находится. И помочь ему подняться как бы морально, чтобы Господу ты был ближе. А так в отдалении. А любви мы только говорим. Это слова. Это слова. А на деле мы не способны еще никто. Надо и спрашивать у Бога эту любовь, чтобы помогать не только внешне. Как вот я тебе помог материально что-то, еще что-то помог. Нет. Это не любовь. Бить их. Написано в слове Божьего. С любящим, ой, скорбящим скорби. Да, вот как написано. Вот именно. А мы не способны на это. Мы только задавить и убить его словами же. А это как это? Кто это так не способен? Вы почему так говорите, Надежа Семеновна? Нет. Потому что мы испытываем это всегда. Вот вы знаете, когда мы только пришли еще к Вере, вот молились еще у вас на Никитина. И Катерине плохо было. Вот мы стоим на молитве, и плохо. И так у нас многим было так. Потому что только пришли такие грешные. Игнатий Тихонович там мог. И то сейчас он такой мягкий стал. А тогда-то будь здоров. А Надежда Васильевна, Катенька, Катенька, как она ее, она ее все время как дочку прямо. Вот даже не могу. И она ей писала. Я вот сейчас недавно нашла записи, где она ей писала. И священного писания такие слова хорошие. Красиво оформлено все. Вот со слезами нельзя так. Она все время старалась вот так, по-доброму. Конечно, в каждом сидит у нас в лесах. А еще я, знаете, как недавно у Мулы там прочитала, что такое. Если мы терпим друг друга, то что-то, если человек терпит там, то это что-то в сердце у тебя. Что-то такое, ну ты не совсем хорошее, что ли, что-то хранишь. И этого не должно быть, чтобы терпеть друг друга. Да нужно сразу сказать, выяснить, что, чем ты недоволен или как-то. Правильно? А когда мы просто терпим друг друга, ну а что-то ты сам, значит, говорит, что-то в человеке, у человека в сердце. Да, что-то ты хранишь не очень хорошее. Камень западал. Камень, просто он не дает тебе размякнуть, чтобы ты проник. Это камень западал, извините, поставил. Еще написано. И мне кажется, мы сейчас все изменились. Вот за столько лет мы уже привыкли друг к другу. Мы уже и многие знаем, правда, что-то. И можем даже сказать, и мы не обижаемся уже, правильно? Конечно. Мы совсем другие стали. Ну, я лично не буду про себя. Я про себя тоже. Я совершенно другая. А то, как эти солдатонки были, как Владимир Васильевич. Когда человек сам о себе говорит, мы не способны любить, это значит, что он уже немножко научился любить. Критикует сам себя. Я не знаю, что в человеке, он вдруг еще расскажет, живущий в нем. И чтобы сказать, он наговорил на меня, что этот человек. Ты сначала выясни, спроси, так ли это было. А если этого не было, то... Нет, не было, но я буду говорить, что это так. Ты вот такой-то вот. И вот так терзать. А кто это так терзал? Если такого вообще нет, мы же зря. Мы знаем, кто я говорю, то, что есть. Ну, это индивидуально какие-то есть. Второе, Фессалоникий, 1-4. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Толкование. В первом послании апостол сказал, все так знают вас, что вам нет нужды говорить о вас. Что нам нет нужды говорить о вас. Как же теперь говорить, что он хвалится о них в церквах? Это ясно из самого выражения. Он не сказал, мы рассказываем им о вас, но мы хвалимся и превозносимся вами. Поэтому, если мы благодарим Бога за вас и хвалимся вами пред людьми, то тем более вы должны поступать так во всем, что случается с вами, а не падать духом и не унывать в искушениях. Апостол показывает, что фессалоникийцы подвергались искушениям долгое время. Ибо терпение обнаруживается не два или три дня подлинно. Терпение состоит в ожидании, когда люди не получили еще обещанных благ. Но в настоящем случае он говорит о большем терпении, о терпении в гонениях и бедствиях. Ибо фессалоникийцы жили среди непримиримых врагов, и им нужно было особенное терпение. Это в начале проповеди, когда они были еще бедными людьми. Да устыдятся поэтому те, которые ради покровительства человеческого принимают ложное учение. О человекоугодии мы с тобой разговаривали. Что священники из-за человекоугодия зачастую не идут, не следуют канонам церкви. Не исполняли. Боятся и епископов, они, конечно, настоятели. Поэтому это вот учение о том, что каноны церковные уже канули в лето, это и есть ложное учение. И многие священники идут по этому ложному учению из-за человекоугодия, из-за угодия епископа. То есть он крестит не в полное погружение, а катехизацию не ведет. Ну так же, так же было уже, какие каноны-то. До 30 лет крестят, да все это. Сейчас это когда было-то. Но самое интересное, что когда епископ говорит, что каких бандитов набрали в церковь, и они меня не слушают, то тогда, по идее-то, если бы они, даже патриарх, по идее-то они за человек, если бы он бы говорил, не надо ничего. Вернее, соблюдать каноны. А он говорит им, соблюдайте каноны, а они не соблюдают. Тогда кому они угождают-то? Уже нету здесь человека угодия. Патриарх всем сказал, плести полное погружение везде, чтобы в христе весь сделали. Кто сказал? Патриарх. Патриарх сказал. Патриарх сказал. И однако же, еще не во всех церквах, и в деревнях нет полного. Но если бы они человекоугодники, то они должны ему угождать, хотя бы как человеку, в этом. И это вот они делают. Тогда они уже угождают просто своей лени. Небрежение. Небрежение, да. Обеспечность. Да не будет этого с нами. Чего-то, Николай, чем мы тебя ждем. Все. Ну, на этом занятие наше закончено. До нашего плава. Не дождитесь. Ой, есть. Оглёшка. 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 Я запомнила, что всем невозможно добро сделать? Никогда. Нет? Ну, а хотя бы вот там написано зло. Хотя бы не делай зло. Зла не делать, да? Не для кого. А добро делать кто у тебя? Ну, значит, это правильно все это выражение, да? Ну, мне ты можешь обожать. Так, Сережа, ты вот это вот не могла зависеть с Нианилой. А кто рядом с Нианилой? Считывай. Я бы делал Нианилу, да? Я бы делал Нианилу, да? Я бы делал Нианилу. Сливок Николаевна, вот это вот, смотри сюда. Молодя, я отдам. Нет, нет, нет. Иди сюда.